Здравствуйте! Вы смотрите новости на канале 13. Ознакомимся с главной темой сегодняшнего выпуска. Соперник криминального авторитета Лотту Гули вышел на свободу. В Тибелисе углядели руку Москвы в дипломатическом скандале с Баку. В Париже вышли на улицы участники акций в поддержку правительства, так называемые красные платки. Всего собралось около 10 тысяч человек, сообщили в Министерстве внутренних дел французской столицы. В Париже вышли на улицы участники акций в поддержку правительства, так называемые красные платки. Всего собралось около 10 тысяч человек, сообщили в Министерстве внутренних дел французской столицы. Они спели Марсельезу, гимн Франции. В отличие от парижских акций, желтых жилетов, в котором в основном участвуют молодые мужчины, красные платки были представлены людьми среднего и пожилого возраста. Бывший вор в законе, известный в криминальном кругу как Эмин Хаджигабулу, вышел на свободу. Задержанный в Красноярском крае Эмин несколько дней назад был выпущен на свободу и прибыл в Баку. Бывший вор в законе, известный в криминальном кругу как Эмин Хаджигабулу, вышел на свободу. Задержанный в Красноярском крае Эмин несколько дней назад был выпущен на свободу и прибыл в Баку. Я вор с большой буквы, говорит Эмин, однако его статус в криминальном кругу не подтвержден. Также он известен своим соперничеством с вором в законе Надиром Салифовым, известным как Лотту Гули. Отметим, что в 2007 году Эмин был обвинен в грабеже и в попытке убийства и был приговорен к 13 годам лишения свободы в суде города Москвы. Из-за установки в Грузии памятника участнику оккупации Карабаха начались дипломатические противостояния Баку и Тбилиси, что на руку только в Москве, сообщается в своем репортаже по данной проблеме Государственный Первый канал. Из-за установки в Грузии памятника участнику оккупации Карабаха начались дипломатические противостояния Баку и Тбилиси, что на руку только в Москве, сообщается в своем репортаже по данной проблеме Государственный Первый канал. Респонденты канала говорят, что Россия заинтересована в том, чтобы возникла напряженность в районах Грузии, компактно населенных этническими меньшинствами, создав тем самым дополнительные проблемы Тбилиси. При этом центральные власти Грузии окрестились от причастности к установке вызвавшего скандал памятника. Владимир Путин обратился к странам Запада с жестким заявлением. Послание лидерам США, Франции и Британии глава Российской Федерации сделал в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай». Владимир Путин обратился к странам Запада с жестким заявлением. Послание лидерам США, Франции и Британии глава Российской Федерации сделал в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай». Во время беседы участников речь шла о ситуации в Сирии, в частности о нахождении на территории сар иностранных войск, размещение которых не было санкционировано Дамаском. Напомним об этом, президент России заявил следующее. На сегодня все. Встретимся в следующем выпуске.